Перекресток проспекта Ленина и улицы Советской – один из самых оживленных в городе. Чтобы уследить за тремя пешеходными переходами, на месте работают два экипажа ДПС. Стражи порядка в форме, как и спецсигналы машин, видно издалека, но нарушителей это не останавливает. На заказ спешил и на автомате проехал как. Спешил, не заметил, не знал – вот главные отговорки нарушителей правил дорожного движения. С этого года их обязаны соблюдать все водители СИМ, то есть средств индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, сегвеи, моноколеса и гироскутеры. На таком транспорте пересекать пешеходный переход, не спешившись, запрещено. Как и ездить вдвоем, если сам транспорт для этого не предназначен. Нарушители этих правил привлекают к административной ответственности. Причем никаких предупреждений. Сразу штраф – 800 рублей. Пошел дождь, проехал 62-й, проехал с сороковушкой. Мы решили добраться до дома таким образом. Не повезло. Да, не повезло. Хотя, как показывает статистика, чаще всего не везет именно пешеходам. По данным Тульской госавтоинспекции, из всех аварий с участием СИМ, которые произошли на территории региона, половина случаев – это наезды на пешеходов. Остальное – столкновения, падения и въезд в припаркованные авто. За полгода в Тульской области зафиксировали 29 аварий, а нарушителей почти в 100 раз больше – 277. Их, кстати, ждет не только штраф, но и блокировка аккаунта в сервисе Кикшеринга. Сотрудники госавтоинспекции передают информацию, что совершено ДТП лицом, которое арендовало электросамокат, либо же нарушило правила дорожного движения. И уже операторы Кикшеринговой организации рассматривают вопрос о блокировке аккаунта. Если брать общероссийскую статистику, то ДТП с самокатами в стране стало больше в три раза, а смертность выросла на 100%. За шесть месяцев погибло 12 человек. Причем в большинстве случаев в аварию попадали на личном транспорте, а не на взятом в прокат. И такую статистику легко объяснить. Сервисы аренды ограничивают скорость, вводят свои штрафы и санкции. К тому же у прокатных СИМ уже есть индивидуальные номера и страховка. Мы понимаем, что не всегда пользователи включают страховку. Кто-то может не разобраться, кто-то может захотеть сэкономить и решить, что ему это необходимость и в этом нет. А в таком случае мы сами страхуем всех пешеходов, то есть буквально всех жителей города Тулы. Если происходит какой-то негативный инцидент с участием нашего самоката, скажем, наезд на пешехода, это все фиксируется в качестве ДТП, то пострадавший уже по умолчанию застрахован нашим сервисом. Соответственно, он обращается в страховую компанию и получает возмещение причиненному ущербу. Чтобы сократить количество ДТП с участием самоката, страны постепенно вводят разные ограничения. Во Франции установили предельный возраст, в Норвегии запретили ночную аренду, а в Белоруссии начали использовать ручные радары. Только какой от них смысл, если у нас идентифицировать такой транспорт на расстоянии пока невозможно? Именно поэтому в Комитете Госдумы по транспорту предложили регистрировать все электросамокаты в стране и вешать на них номера. Это позволит наказывать нарушителей по фото и видео. Пока же самокатчиков штрафуют только во время официальных рейдов.